Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал выгодных покупок. Вот в этой потрёпанной коробке ко мне приехала аккумуляторная батарея внушительной ёмкости и тока отдачи. Сегодняшний обзор посвятим её изучению, выясним на что она способна и где её можно применять. Итак, устройство распаковано и говорить мы сегодня будем о батарее литий-железофосфатных аккумуляторов ёмкостью в 100 Ач и с напряжением 12,8 вольта. Произвела эту батарею уже известная зрителям нашего канала компания PowerWin, которая занимается созданием солнечных батарей и хранилищ энергии. Ранее на канале мы изучали солнечные панели и зарядные станции от этого бренда. Теперь совсем коротко о том, где и как может применяться эта аккумуляторная батарея. Вообще все подобные аккумуляторы создаются как универсальное хранилище энергии, которое можно использовать в системах альтернативного, бесперебойного или аварийного питания. К примеру, их часто используют в автодомах, системах солнечной энергетики, кемпингах, электротранспорте и так далее. Я же планирую использовать его в паре с инвертором напряжения на 220 вольт, создав тем самым систему аварийного энергосбережения для своей квартиры или дачи. Пару слов стоит сказать о комплекте поставки. Так приезжает батарея в крепкой коробке из пятислойного картона, а в качестве дополнительной защиты применены вставки из вспененного полиэтилена, а также вот такие крепкие уголки. Доставлена батарея была за 4 дня со склада в России. И в комплекте мы получаем лишь коротенькую информационную листовку, а также пару винтов для присоединения. Что касается цены, она сильно гуляет, но на распродажах урвать батарею можно примерно за 250 долларов. И тут предвкушая вопрос, и давайте сразу разберемся с ценой. Очевидно, что прямыми конкурентами такой вот литий-железофосфатной батареи выступают разные виды свинцово-кислотных аккумуляторов. И принято считать, что свинец сильно выигрывает в цене. Однако я тут погуглил по интернет-магазинам, и оказалось, что все не так однозначно. Да, есть модели аналогичной емкости по цене в полтора-два раза дешевле, но также немало вариантов с сопоставимой или даже более высокой ценой. И это при том, что во многих аспектах, именно для ранее названных целей, литий-железофосфатный аккумулятор на несколько голов выше свинца. Понятно, что есть масса характеристик, подлежащих сравнению при выборе типа аккумулятора, но я назову лишь основные, которые важны для меня. Так, в сравнении со свинцово-кислотными АКБ, литий-железофосфатные аккумуляторы будут в несколько раз легче. То есть этот тип АКБ имеет намного большую плотность энергии. Вот вам конкретные цифры. Эта батарея на 100 Ач весит около 10 кг. Может показаться, что это немало, но пока не увидишь массу свинцово-кислотного аккумулятора подобной емкости. Она составляет более 30 кг. Разница просто огромная. Второй важнейший критерий, это, конечно же, срок службы. У свинцово-кислотных аккумуляторов это около 300-500 циклов полной зарядки и разрядки. В то время как у литий-железофосфатных аккумуляторов это 2-4 тысячи циклов. Если разряжать аккумулятор не полностью, то и до 10 тысяч циклов можно дотянуть. То есть при одинаковых условиях эксплуатации за жизнь одного такого АКБ вы смените минимум 4 свинцовых, а скорее всего намного больше. Естественно, есть моменты, в которых свинцово-кислотные АКБ впереди. К примеру, они выдают больший пиковый ток и могут заряжаться при отрицательных температурах. Но в совокупности своих качеств для целей альтернативного, бесперебойного и аварийного питания литий-железофосфатные аккумуляторы более удачное решение. По крайней мере, я в этом убежден. Если не согласны, аргументируйте в комментариях. Будет интересно услышать ваши доводы. В общем, с тем, для чего можно использовать эти аккумуляторы и почему стоит использовать именно их, мы разобрались. Теперь давайте поговорим конкретно о данной модели БТ-100. Так выполнена батарея в корпусе из прочного пластика, светло и темно-серого цветов. Длина и ширина 325 и 173 миллиметра, а высота 214 миллиметров без учета клемм. Клеммы добавляют к высоте еще примерно полтора сантиметра. И вот к размерам есть небольшая претензия. Дело в том, что эти самые размеры почти один в один совпадают с размерами свинцово-кислотной батареи той же емкости. При том, что по факту литий-железофосфатные ячейки, коих тут 4, занимают примерно 2 трети внутреннего объема. Еще чуть места занимает контроллер, но примерно четверть объема пустые. Я клоню к тому, что аккумулятор мог быть существенно компактней. Хотя предполагаю, что производитель намеренно увеличил корпус для полного соответствия с посадочными местами и клеммами свинцово-кислотного собрата. В плане массы, по сути, мы уже разобрались. Весит этот аккумулятор 10 килограмм. То есть спокойно может быть перемещен с места на место даже хрупкой девушкой или подростком. В отличие от свинцово-кислотного аналога, который при массе в 30 килограмм даже мужчине будет таскать непросто. Плюс для удобства переноски в БТ-100 предусмотрена съемная ручка из нейлоновой ленты. За это отдельный маленький плюсик. Для подключения проводов предлагается использовать пару терминалов с резьбой под болт М6. Плюс и минус отмечены красноречивее некуда. К надежности такого подключения претензий у меня нет. Контакт после затяжки винта будет отличный. И знаете, больше в аккумуляторе в визуальном плане и рассказывать-то нечего. Ни индикаторов, ни дополнительных разъемов он не имеет. А значит можно переходить к характеристикам. Так емкость батареи я по сути уже назвал. 100 Ватт-часов. Что с учетом номинального напряжения в 12,8 Вольта даст нам 1280 Ватт-часов. Чисто для понимания, к примеру, светодиодная лампочка на 10 Ватт от такого аккумулятора будет гореть более 5 дней без перерыва. Напряжение заряда 14,6 Вольта. Напряжение отключения 10 Вольт. Замечу, что в плане напряжения это полный аналог свинцово-кислотных аккумуляторов. То есть для зарядки вполне можно применять зарядные устройства от автоаккумуляторов. Заряжать аккумулятор можно током до 100 Ампер, что позволит восполнить его заряд примерно за 2 часа. Что касается разрядки. Максимальный ток 100 Ампер. Пиковый до 200 Ампер. То есть мы можем получить 1,2 кВт длительно, либо до 2,5 кВт кратковременно. Все процессы идут через контроллер, который защищает аккумулятор от переразряда, перезаряда, короткого замыкания и перегрузки. Хранить аккумулятор рекомендуется заряженным на 60% при температурах от минус 10 до плюс 45 градусов. Использовать можно при температурах от минус 20 до плюс 60 градусов. Причем неполная разрядка существенно продлевает жизнь аккумулятора. Заряжать при отрицательных температурах данный тип аккумуляторов недопустимо. Немаловажным также считаю дополнить данные информации о безопасности. Так, литий-железофосфатные аккумуляторы считаются очень безопасным типом аккумуляторов. Они не выделяют газов как при штатной, так и при нештатной работе. Не воспламеняются даже при разрушении. И в целом очень стабильны. При перезаряде, переразряде, превышении тока или при заряде при отрицательных температурах, такой аккумулятор будет просто тихо, медленно терять свои возможности. Но никакой опасности представлять не будет. Что ж, думаю, теперь пора переходить к испытаниям. И начать я решил с теста в условиях, приближенных к реальным. Если подробнее, то я решил подключить к аккумулятору вот этот инвертор напряжения. И посмотреть на практике, как такая связка будет справляться с питанием моей квартиры. И да, коротко об инверторе напряжения. Модель PSC1500W. От компании, название которой я до сих пор не могу произнести. Выдаваемая номинальная мощность 1,5 кВт. Пиковая кратковременная до 3 кВт. Напряжение 230 вольт, чистый синус. Модель хоть и не самая дешевая, но зато хорошо собрана и имеет честные характеристики. Подробности можете посмотреть в ее собственном обзоре. Итак, как видите, все подключено и все готово для теста. Аккумулятор надежно подключен к инвертору посредством пары толстых сдвоенных проводов. Болтовые соединения с обоих сторон позволяют добиться отличного контакта и минимальных потерь. Сам инвертор уже запущен и выдает нужное нам напряжение переменного тока в 230 вольт. Соответственно, все что остается мне, лишь посредством самодельного кабеля с двумя вилками на концах, подключить его к специальной розетке в щитке. И да, розетка хоть и находится последней в ряду, но по факту она подключена после счетчика и УЗО, но до автоматов на розетке и освещение. Суть теста максимально проста. Полностью отключаю квартиру посредством двухполюсного вводного автомата от городской электросети. И далее с помощью того самого самодельного кабеля подаю на щиток питание с инвертора. Готово, как видите, свет вернулся, система заработала. В таком виде я планирую оставить питание моей квартиры на весь день и посмотреть на какое время его хватит. Попутно решил снять таймлап с того, как менялось потребление квартиры на протяжении всего теста. Тут крайне полезным оказался встроенный в инвертор дисплей. А в общем сейчас вы можете наблюдать несколько часов работы аккумулятора и инвертора в многократно ускоренном виде. Ну а пока вы наблюдаете, отмечу, что в день тестов я себя практически не ограничивал. Ну разве что стиральную машину и микроволновку не запускал. Использование этого вида техники от аккумулятора просто-напросто нерационально. Ну либо нужно многократно наращивать число аккумуляторов и повышать мощность инвертора. А это дорогое удовольствие. Так вот, как мне видится, главное, что должна делать такая система, это обеспечивать питанием не терпящие отключения потребители. То есть, к примеру, холодильник, газовый котел или насос системы отопления, ну и так далее. А также давать возможность включать освещение, пользоваться компьютером или ноутбуком и заряжать телефоны. Так вот, в моем случае холодильник потребляет в среднем 50 ватт. Позже поясню, почему значение именно такое. Светодиодное освещение пары комнат еще 35 ватт. Компьютер в ненагруженном режиме 60 ватт. Итого получаем потребление около 150 ватт в час. По моим расчетам, в таком режиме аккумулятора должно хватить часов на 8-9. Если же ужаться по полной, оставив лишь холодильник, хватит аккумулятора примерно на 24 часа. Тем временем, процесс разрядки идет полным ходом. Уже под вечер, когда стемнело, свет потребовался в больших количествах. Да к тому же, я решил поставить видео на компьютере на рендер. И то и другое повысило потребление квартиры до 300 ватт и ускорило процесс разрядки. Как итог, на одном аккумуляторе моя квартира продержалась 7 часов 45 минут, что я считаю весьма достойным результатом. И да, если вдруг вам подобный результат показался скромным, увеличить это время, не снижая нагрузку, можно лишь одним единственным способом. Докупив дополнительные аккумуляторы. Чудес в этом плане, к сожалению, не бывает. Также по итогам теста хочу отметить, что аккумулятор очень стабильно выдает напряжение. За 7 часов оно просело лишь на 1 вольт. И только в последние 45 минут начало стремительно снижаться. С одной стороны, это большой плюс. Но с другой, как вы могли заметить, индикатор инвертора, заточенный под свинцовые аккумуляторы, показывал уровень зарядки не особо адекватно. Теперь вернемся к вопросу холодильника. Думаю, многим резануло по ушам, когда я сказал, что потребление моего холодильника всего 50 ватт. Поясню. В момент работы холодильник потребляет 120-130 ватт. Но работает он не постоянно. Цикл примерно такой. 30 минут работы, 50 минут отдыха. Именно поэтому в среднем он потребляет именно около 50 ватт в час. Также не будем забывать, что в момент пуска он может и 1,5 кВт потреблять. Но всего секунду. Поэтому на расчет автономности это не влияет. Зато очень влияет на выбор инвертора напряжения и аккумулятора с нужной токоотдачей. Надеюсь, объяснил понятно. Что ж, идем далее. И теперь давайте устроим проверку на эту самую токоотдачу. Так предлагаю запитать от аккумулятора, опять же через инвертор, мощный потребитель в лице строительного фена. И посмотреть, как система справится с такой приличной нагрузкой. Сейчас аккумулятор, если что, полностью заряжен. По заявлению производителя, аккумулятор может выдать 100 Атт тока длительно. То есть в районе 1200 Вт. Именно это и будет нашим целевым значением в данном тесте. Итак, магия монтажа и система собрана. Надеюсь, вам сейчас хорошо видно, что питается инвертор именно от аккумуляторной батареи. А уже от инвертора питается нагрузка, которая является фен. Отслеживать показания в ходе теста вы сможете вот на этом небольшом выносном дисплее, который имеется у инвертора. Что весьма удобно. Итак, наше целевое значение это 1200 Вт. Именно настолько мы сейчас и нагрузим всю эту систему и дадим ей поработать некоторое время. Что ж, включаем фен, далее закадровая озвучка, так как шумит эта штука очень сильно. Итак, ребята, 20 минут позади и предлагаю закончить тест. По идее, все уже даже сейчас ясно. Тест прошел в штатном режиме и вы могли наблюдать показания на дисплеях, которые практически не менялись. Что ж, давайте для начала оценим нагрев как аккумулятора, так и инвертора. Для этого воспользуемся тепловизором. И да, если что, это не приложение. Ребята, прекратите задавать мне этот вопрос. Это специальный смартфон с тепловизионной камерой. Итак, как я вижу, самое горячее у нас это провода. Нагрелись они не слабо. Сейчас сделаю фотографии и все вам покажу. Что касается инвертора, он вполне справляется. И что касается аккумулятора, ну у него по сути нагрелся только один бок, на котором размещен контроллер. Давайте глянем на температуры. Итак, по результатам замеров. Боковая сторона батареи, на которой размещен контроллер, нагрелась до 44, ну почти что до 45 градусов. Что касается инвертора, он всего лишь 30 градусов. Это неудивительно. У него все время работало активное охлаждение. Ну и вот самое горячее место, 56 градусов, это у нас провода. Что плюсовой, что минусовой, сами видите, они просто светятся на фото тепловизионные камеры. Соответственно, провода для подобных нагрузок лучше все же заменить на что-то более серьезное. Что касается тока, я, к сожалению, не сразу догадался повесить на провода токовые клещи. Но когда догадался, вы смогли отслеживать и ток, идущий от аккумулятора к инвертору. И составил этот ток 122 ампера. Если честно, я по расчетам думал увидеть там ампер 100, но токовые клещи врать не будут. Они показывают значение достаточно точно. Что касается показаний на дисплее выносном от инвертора, то вы могли видеть, что у нас очень резко просело напряжение на аккумуляторе. Ну, это, в принципе, норма под такой большой нагрузкой. И просело оно до 11,5 вольт. И такое оно держалось до конца теста. Вот этим мне очень нравятся подобные аккумуляторы. Они очень здорово держат напряжение под нагрузкой. Оно очень долго не проседает. Естественно, этого напряжения было более чем достаточно инвертору. Ввиду чего он выдавал стабильные 225 вольт переменки, что нам и необходимо. По нагрузке вы видели, что я выставил нагрузку даже чуть больше, в районе 1222 ватт. И спокойно вся эта система тянула эту нагрузку на протяжении 20 минут. К слову, за 20 минут по расчетам нагрузка уничтожила примерно треть заряда аккумулятора. Не мало, но и нагрузка тоже была приличная. В общем, по итогу теста могу сказать, что аккумулятор спокойно справляется с большой мощностью, с большой нагрузкой. Спокойно выдает больше 100 ампер тока и при этом греется абсолютно несерьезно. Да, я вот здесь чувствую тепло с той стороны, где контроллер. А остальные стороны абсолютно холодные. То есть даже если заглянуть под инвертор, ну да, здесь тоже чуть теплое, потому что здесь у меня лежал уплотнитель, чтобы не царапать аккумулятор. В общем, можем сделать вывод. Подобная спарка, да, из мощного аккумулятора и такого достаточно мощного инвертора годится, ну, наверное, для большей части бытовых нужд. По сути, даже любой бытовой электроинструмент от этой сборки запитать можно. Ту же болгарку, циркулярку, какой-нибудь лобзик или даже не очень мощный сварочный аппарат. Эта система точно потянет. Берите на вооружение люди, которые работают вдали от розетки. Вещь рабочая. Что ж, идём дальше. Далее предлагаю поговорить о ёмкости аккумулятора. В принципе, даже квартирный тест показал, что реальная ёмкость действительно близка к той, которую заявил производитель. Но уверен, вам хочется больше точных замеров. Что ж, естественно, мы их провели. Так, сейчас вы можете наблюдать многократно ускоренный процесс разрядки аккумуляторной батареи с помощью нагрузки тестера DL24. Ток разрядки ровно 10 Ампер. На дисплее устройства можно отследить различные показатели. Например, то, как по мере разрядки меняется напряжение. Но меня в первую очередь интересует энергетическая ёмкость в Ватт-часах. Это второй снизу крупный счётчик. Напомню, заявил производитель ёмкость в 1280 Ватт-часов. И спустя 10 часов 28 минут замер подошёл к концу. Аккумулятор к этому времени выдал 1332 Ватт-часа, после чего сработала встроенная в него защита от низкого напряжения. В результате клеммы были обесточены. Что сказать, по сути, если сравнить заявку и факт, мы получили на 52 Ватт-часа больше, чем заявлял производитель. Это весьма приятный и, честно скажу, неожиданный бонус. В общем, ёмкость полностью подтверждена. Единственный момент, который меня немного смутил, это напряжение, при котором отключился аккумулятор. 9,6 В, то есть 2,4 В на банку. Это как бы маловато для лити-железо-фосфатного аккумулятора. Но по факту оказалось, что это банальная просадка на проводах и соединениях. По факту в момент отключения напряжение на АКБ составляет 10 с небольшим вольт, что является абсолютно нормальным значением. Отлично, с ёмкостью разобрались. Теперь давайте разберёмся с тем, как эту самую ёмкость восполнять. Чудесным образом, я уже об этом говорил, напряжение 4-х заряженных ячейк лити-железо-фосфатных аккумуляторов, подключённых последовательно, составляет 14,6 В. Ровно столько же, как и у свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора. То есть для зарядки этого аккумулятора, как и любой другой сборки 4С лити-железо-фосфатных аккумуляторов, вполне можно использовать обычные зарядники для автомобильных аккумуляторов, что, собственно, я и сделал. Вот этот недорогой жёлтый зарядник уже не раз мелькал в наших видео, и по нему, если что, был отдельный обзор. Если кому-то захочется узнать о нём больше, ссылку на видео найдёте в описании. Так вот, он выдаёт напряжение до 14,8 В, и ток до 8,5 А, что вполне годится для зарядки этого аккумулятора. Да, зарядка будет неспешной, так как в плане мощности 110-120 Вт – это потолок данного зарядника, но всё же. Так вот, от этого недорогого зарядного устройства данная батарея заряжается за 12 часов 44 минуты. Хочется быстрее? Не вопрос. Берите зарядник на 200 или 300 Вт и сократите время в 2-3 раза. Ну а если позволяют средства, можно найти зарядник и на максимально допустимые для этой батареи 100 А, от которых он зарядится за заявленные 2 часа. В общем, тут всё зависит от наличия у вас либо времени, либо средств. Отлично. По сути, на данный момент с тестами и замерами я закончил. И что-то мне подсказывает, что многие хотели бы в этом месте видеть разборку батарей. И тут есть большая проблема. Дело в том, что верхняя и нижняя части корпуса очень прочно склеены. Да, можно было бы раскурочить корпус, но если честно, это очень большой риск повредить аккумуляторы. Да, литий-железо-фосфатные аккумуляторы мне квартиру не спалят, но всё же. Я уже говорил свой принцип. Разбираем либо то, что можем разобрать без повреждения, либо то, что не жалко повредить. И это не тот случай. Однако в сети я всё же смог найти кадры с разборки этого аккумулятора. Давайте хотя бы их изучим. Итак, как я и сказал ранее, сама аккумуляторная батарея, состоящая из 4 ячеек по 100 Ач каждая, занимает примерно 2,3 объёма корпуса. Работает батарея в паре с БМС-контроллером, смонтированным на одной из боковых сторон корпуса, на той самой, которая сильнее греется. Контроллер следит за напряжением батареи и током, не допуская критических режимов работы и состояний. Также БМС-плата балансирует напряжение и уровень заряда каждой ячейки. Толстые силовые провода, затянутые в огнестойкие рукава, присоединяются болтовыми соединениями, а балансировочные – посредством разъёма. Радует наличие у БМС-платы крупного ребристого радиатора, который будет полезен в предельных режимах работы. Свободное от батареи и контроллера пространство заполнено вспененными вставками. Ячейки в самой батарее соединены металлическими пластинами методом сварки. Между собой ячейки разделяются вставками из тонкого стеклотекстолита. Места подключений балансировочных проводов, как и все остальные провода и соединения, залиты клеем-герметиком. Такие дела. Не серчайте, что оставил вас без полноценной разборки. Сами видите, я в любом случае постарался показать вам, что внутри этой коробочки. Лично у меня к сборке претензий не возникло. Ну разве что мне не нравится наличие пустого места в корпусе. Могли бы сделать АКБ на четверть компактней. Ну а в остальном просто шикарная замена свинцово-кислотного аккумулятора. Очень понравилась небольшая масса аккумулятора, честная емкость и стабильное напряжение в процессе разрядки. А еще нравится, что проживет эта батарея очень и очень долго. Впрочем, это общий плюс таких аккумуляторов. В общем, мой личный вывод таков. Штука отличная. И если вы ищете, как я уже говорил, универсальное хранилище энергии, которое можно использовать в системах альтернативного, бесперебойного или аварийного питания, крайне рекомендую присмотреться именно к лите-железо-фосфатным аккумуляторам в целом и БТ-100 в частности. Как мне кажется, у PowerWin получился неплохой вариант. И на этом, думаю, пора заканчивать. Мы, как всегда, постарались дать вам максимум информации об устройстве, причем в максимально наглядном виде. Поэтому надеюсь, что десятки часов съемок и монтажа прошли не зря. Если так, вы не забудете про лайки, репосты и позитивные комментарии. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Частенько именно там удобнее всего обсудить либо уже вышедший ролик, либо идеи для новых обзоров. Ну и да, про бусти также не забывайте. Держимся только за счет наших дорогих спонсоров. На этом все. Смотрите канал выгодных покупок и берите от жизни лучшее.